Все детки, которые приходят в детский сад, они наши автоматически. То есть у меня моих четверо детей, но по факту у меня 50 детей. Многодетная мама и преподаватель по образованию Елена Марахова в прошлом году решилась на переезд из Красноярска. Сейчас женщина работает заведующей в детском саду в поселке Тарутино. Смена жительства – дело нелегкое. Обжиться на новом месте и обрести работу ей помог центр занятости. Елене оказали разовую материальную помощь. Выделили 40 тысяч рублей. Звонок из центра занятости о том, что мы хотим вам еще оказать какую-то помощь. Это было очень приятным подарком. Проект очень важный. Хочется, чтобы о нем люди знали больше. На рабочем месте Елена как рыба в воде. Говорит, работа с детьми ей нравится и не жалеет, что переехала из миллионного города в небольшой поселок. Кстати, причиной переезда стала романтическая история. Женщина поехала за любимым, а он, в свою очередь, во всем поддержал жену. Такие формы поддержки укрепляют веру в государственность. Добавляют значимости к тому делу, которым ты занимаешься. Краевая служба занятости финансово поддерживает жителей региона, желающих работать в другой территории. В этом году по новой программе переселились 21 человек. Все они получили финансовую поддержку. Суть этой программы в том, что предоставляется финансовая поддержка при переезде безработному гражданину. Ему компенсируется проезд к месту работы и обратно, суточные расходы на время нахождения в пути. И также компенсируется аренда стоимости жилья на время работы. Это не более трех месяцев. При переселении предоставляется единовременная помощь для обустройства. В планах на этот год поддержать около ста жителей края, желающих работать и строить свою жизнь на новом месте. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов и Енисей. Новости.